Я думал, что вы узнали, что вы были на наших ресурсах. В каких ресурсах? Ну, в Ютубе. А, ну, я знаю, что за ресурс? Ну, тогда правильно. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, потому что тут что попало говорят, что за всё отвечать придётся. И мы показываем, знают ли они эту книгу. Потому что суд Божий будет за всё, что здесь делается. Содом настоящий. А можно вопрос такой? У меня такое распутие в жизни. Я не знаю, куда мне под вас. Как вот Бога поверить? Поверите мне, пожалуйста. Что как Бога? Как вы, значит, от Бога ли? Как? Как уверовать? Уверовать как? Да. Ну, глаза открыть. От греха отстать. Вот что вас мучает сейчас здесь? Наркотики, табак принимаете? Нет. Ну, значит, если живёте не в блуде, то Бог откроется вам. Я живу, ну, достаточно, ну, как вам сказать, миролюбиво, чистолюбиво. Я никому зла не желаю, никому зла не причиняю. Всем добра желаю. То есть хороший человек, да? Ну, стараюсь таким быть, да. А вы видели фильм, называется «Сбежавший из ада». Нет. А как-то запишите, посмотрите. Его оживили, сам врач себя умертвил, ввёл узнать, что там есть. Ну, а потом там встретил одного в аду. Да как ты же был хорошим. А он говорит, тут много хороших в аду, в огне горят. И этого недостаточно. Нужен Спаситель Христос, который умер за наши грехи. Нам кажется вот так-то. А когда Господь осветит твою внутренность, и ты сам себя ужаснёшься, неужели это я был? Вот у меня, я в 23 года первый раз в руки взял Библию, показали. С детства верующий был. Мать говорила, что грех нельзя. Оттого Бог сохранил. Вот мне 80 лет, я ещё ни одного матерка не сказал матерного слова. От женщин сохранил там, от курева, ну, от воровства, то, что знал. А что не знал, значит, то и хлебал. И вот в армии посмотрел фильм, отверженный Викторией Гюго. И там есть эпизод такой, когда он умирает, главный герой Жан Вальжан. Ну, а дети приёмные. Она вышла замуж, казета Замариуса. И говорят, как много ты страдал. Он много отбывал в тюрьмах. Не за счёт, так просто. А он показывает так глазами, и так распятие Христа через весь экран. Это французская и немецкая студии поставили. И говорит, нет, дети мои, вот он, великий страдалец. Меня это очень тронуло. Я стал искать. После армии я служил во флоте, в ракетных войсках. И устроился работать на Балтике, Балтийское море. В мореходное училище поступил. И в это время меня Бог нашёл. Вот что я любил, и на это меня Бог поймал. Вот как у Бога всё. Я любил бабушек. Они такие всё, какие-то забитые, ничего у них нет. И я всегда старался помочь им, бабушкам этим. И тут я на берег сошёл в кино сходить. А корабль на рейде стоял. И бабушка несёт два, как баула сказать, или две сумки. Я подбежал к ней, баба, давай помогу. И сразу заговорил с ней. Я говорю, у вас где-то люди собираются, молятся. Я ничего не знаю. Она говорит, а вот дом стоит большой. Тут какие-то люди собираются. А я не знал, что это баптистский молитвенный дом. А то Латвия, город Венспелс. Ну, в школе у нас не было языка никакого. Учителя не было. И так ставили, там нам тройки, и всё. Я не знал, как к чужому языку подойти-то. А получилось, что ещё раньше до армии меня Господь на это натолкнул. И я стал самостоятельно изучать языки. И где-то через шесть месяцев я уже немецкий язык взялся, разговаривал. У меня в немецком собрании после говорил слово в немецком. Английским занялся, другими языками. И вот этот латышский, он у меня, через три с половиной месяца я уже с ними разговаривал. И вот я зашёл в этот дом, а тот на латышском языке спрашивает, вам понятно? Я говорю, я не понимаю, как не понимаю, вы же разговариваете. Я говорю, нет, тут другие слова. А что там, блаженный нищий духом. Он говорит, а вот дверь, там русские. Я зашёл, я и у русских ничего не понимаю. И вот тут, я когда стал выходить от них, один человек вышел за мной, Михаил Александрович Еремеев, пригласил к себе. И дали мне Библию. Я прочитал. Ну, они обедали, я за стол не сел, в другой комнате был. И когда они зашли, там через полчаса, двадцать там минут, я уже был готовый. Меня не надо было уговаривать, рассказывать. Я это искал. Сердце томилось. У меня всё, здоровье отличное, деньги, молот, всё у меня открыто. Учусь перспективно. С выходом за границу добился разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на с трёх языков, что выберут. Ясное дело, что 14 человек конкурс был, я его свободно на депятёрке сдал. А тут и оказался никто. Я тогда, ну, с ними разговаривал, а они тогда открыли место. Они склонны были к пятидесятникам, а у них там говорение на языках. Вторая глава «Деяния апостолов». И на неё показали, говорят, вот видите, как Бог послал Духа Святого, и они заговорили на разных языках. Я говорю, как, совсем не учились? Да нет, сразу. В это я не поверю. Так ты не веришь в это, мы вырвем это. А другое, другое. У нас одни корочки останутся. Ну, когда стали молиться, они говорят, просите у Бога. А я всегда молился, Богородица, Дева, радуйся. Ну, по-православному как, из староверческой семьи. А тут своими словами. Я никогда не молился. А чё? Я живой, здоровый, Господи, всё. Я не ворую, не пью. У меня ничего этого нет. У меня страх Божий, чтобы в аду не оказаться. Мать-то заложила это. А дальше-то нету. Я тогда... Они говорят, молись своими словами. Я встал на колени, а чё просить, когда у меня всё есть? Вот тоже... Я тогда понял, веры у меня нету. Я говорю, Господи, дай мне веру, чтобы я поверил, что вот этой книге – это твоё слово. И у меня как вот бывает, когда в горах долго ходишь с рюкзаком, ну, на экскурсии. И когда его снимешь, рюкзак-то, тебя ещё тянет вперёд. Ну, вы понимаете, как я говорю-то о чём. И вот у меня такое состояние было, как будто с меня кто срезал эти лямки, и я аж вот так, как будто качнулся. И как будто эхо. Ничего не было. Это только внутри воображение. Верю, верю, верю. Как будто бы голос какой. А я ещё не слышу у меня соображение. И я встал, всё верю. И вот уже 56 лет я иду этим путём. Я на корабль только ступил. Вечером уже возвращался, когда первому матросу сказал, мы живём неправильно. Христос умер за нас. А у меня блестящая характеристика, член судового комитета. А тут сразу всё изменилось. Весь караван кораблей узнал, что я сошёл с ума. Сама сошёл. Пришлось выходить из училища. Ну, Адаш, а у меня образование уже было до армии, строительный техникум. Ну, и я технарь. У меня сейчас ещё нет никакого образования гуманитарного. Я всё самостоятельно достигал. И теперь я начинаю всё считать. Считать опытным путём. Что такое мусульманство? Я всё про них узнаю. Считаю там Коран, отзывы какие. Буддист. Я начинаю с ведов. Я очень много учился. Очень много. И, наконец, я вот коснулся Библии, а там разные сектанты. Кому верят? Одни так говорят, другие так. А я аналитически уже научился это мыслить. И на столе лежит скатёрка, и она в клеточку так, скатерть. И я подумал, вот, Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века. Это 28 глава, 18 стих Евангелия от Матфея. Во все дни, значит, во все дни, ну, значит, он и сегодня здесь. Это было 27 сентября 1962 года, в 17.00. Я всё помню, как сегодня. Вот он значит здесь, ну, где? Если бы одна была там, то было, да. Я тогда стал смотреть 100 лет назад. Ещё тогда трудно это было, литературу найти. Я нашёл. Было 130 течений. Течений, сект разных, которые себя церковью называют. Я ещё опустился до Мартина Лютера. 1517-й. Там только 30 осталось. Значит, Бог всё равно есть, но с кем 30-й, это много. Тогда я сразу понял, вот, клеточка, это год. Надо вернуться к первому году. И к первому году мне было очень трудно найти литературу. И я нашёл церковь, которая идёт. Это католическая, католическая, православная, григорияно-армянская, коптская и сирийская. Вот, вот, я по сегодняшний день знаю, что больше ничего нету. Всё остальное секты и ересь. И вот теперь мне надо достать труды тех учителей, которые жили там в первом веке. И я с этого начал. И я православный, и миссионер-проповедник. Сколько людей у меня пришло из баптистов, приняли крещение, православными стали. Мусульмане, евреи. И вот дальше уже началось служение Богу. А раз к Богу, значит, я понял, что боязливый участь в озере Огненном. Я должен говорить правду. Я пишу, там, Хрущёв был, Хрущёв, после Брежнева, патриарху, что всё в заблуждении. Неправильно делаем-то. Ну, меня, конечно. А потом пошли сроки. Я в пяти тюрьмах отбывал, я весь искрученный, изверченный. Но Бог меня сохранил. Нигде не поспятился. И только в 87-м году, я помню, сейчас в столовой в лагере, обедаем. И кто-то говорит, смотри, статьи какие-то интересные, 190-е, чёрточки, это прим называется, и 70-е. Помилование вышло им, а я обедаю. Я 190 прим, ну-ка, давайте я гляну. Я говорю, второго не надо, первого я уже съел. Я на свободу иду. Но не сразу выпускают, а там пока документы. Но вот я тоже не знал, как у них приказ пришёл. 25 марта, к 2.00, чтобы все были за зоной. Как забегали они, меня бросай, всё. У меня там вещи, Библия, там всё. Раздай кому-нибудь, быстро выходи. Время осталось 20 минут, вы должны быть за зоной. О, дисциплина какая. Я говорю, я не могу уйти, мне начальник лагеря должен быть, Бахаев. Я должен ему всё рассказать, что здесь безумие какое делается. И офицеры мне дали, я к начальнику, и дальше. А потом уже свобода. Бороду-то сняли, а без бороды я какой. В храм ходить нельзя, я сижу дома, уехал. Я из Барнаула вот сейчас нахожусь. А родители жили во Фрунзе, сейчас в Бишкек. Ко мне на дом священники ездили. Ну, вот такая вот история. Я нашёл Бога. Я не просто нашёл. Я полюбил. Я этим живу. И вот когда началась перестройка, тут всё моё сгодилось. Я одновременно в пяти университетах вёл занятия. Одновременно. Сон у меня, на сон уходило два с половиной часа. Ниже я не мог опустить планку. Тринадцать школ. Во всех отделах милиции, Барнаула-то пять отделов. Шестой гор-отдел и пятый краевой отдел. Прокуратура. Во всех тюрьмах, какие есть здесь, лагеря, заводы, фабрики. Три радиопрограммы регулярно веду. Одна онлайн-часовая. Можете представить, какой накал был. И где бы ни появился, я бы приходил с литературой. Канал наладили из Киргизии, а здесь не было. Ну, только по себестоимости за дорогу брали. И везде вот всё, что я делал, это бесплатно. И в это время Господь мне ещё раньше позволил образовать православный детский лагерь. Я был начальником его и как директором 45 лет. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей подняли и только подыскивались, но ничего уже не могли сделать. А потом у меня вышли книги, 38 томов книг. Это не едва... И каждая книга, это 752 страницы. Ну и Бог мне положил на сердце книги подарить. А тираж там тысячи. Иные там переизданы на три тысячи. Ну, это мелочь. Положил Бог на сердце книги подарить библиотекам. Мы из Барнаула добрались до Владивостока на ходке. А потом вернулись. Ну, специально такая есть... Едут, груз везут. И мы забросили груз, 5 тонн примерно, границы. И там же прошли до Лиссабона, Португалию, Скандинавию, Прибалтику, Север, Турцию. У нас два миссионера, шофёр и собака. И вот, представь себе, что 650 городов посетили. Это мы летними ездили. Газель была своя, грузопассажирская. И у мусульман, 6 мусульманских республик прошли и Турцию. И вот опыта не было никакого. А опыта набираются от чего? Мы везде в библиотеках проповедовали. Кроме того, Библии, Евангелие брали. И всё это в дар. Подарили, подарок сделали. 35 миллионов. Обошлось нам это. Это Бог делает. А у меня пенсия. Мне работать нигде не давали. Только вне ведомственной охраны. При милиции района, где я живу. Пенсия, вот сегодня, 18 мая 2019 года. У меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. И 35 лет трудового стажа у меня на стройке. Я печник, плотник, дома строили государственные. 8 тысяч. И я ни разу голодным не был. Почему? Перед Богом. Господь сказал, верующий в меня не будет постыжён. И вот так живут. Узнал про рулетку. Тут такая пакость всякая идёт. Вот я здесь уже, наверное, дней 85 нахожусь. Примерно. И здесь людям свидетельствуем. Я читаю псалтырь, Евангелие. Хорошие бывают беседы. Ну, просто хорошие люди. Обычно тут процентов 50 голые валяются, там, блудом занимаются, всякая мерзость. Тут процентов 80 мусульман. Из мусульман тоже встречаются, которые желают что-то узнать. И вот почему я верю. Я на всё гляжу открытыми глазами. Мы строим сейчас православную деревню с нуля. Она одна на всю Россию. Где человек, который думает поселиться, должен доказать, что он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор. Вот у нас сейчас 2 июня будет день деревни отмещаться. Я тут проехал, пригласил губернатора Алтайского края, прокурора края, метрополит здесь, который, Московская патриархата. Вот в этот день. У нас, как говорится, закрытая зона. Зря не разрешаем приезжать, потому что воруют. А тут мы делаем день открытых дверей. И уже кто откуда может, приедут, чтобы всё посмотреть, увидеть. Вот так. И почему я верю? Потому что я на природе, и всё вижу, и всему удивляюсь. Никак, нигде ничего само по себе не возникло. Это галактика. А я занимался астрономией, специально орнитологией. С малых лет птицами занимался. У меня голуби, три голубятни. А мне 80 лет, а я туда-сюда шнырю. И, говорит, ни одной таблетки ещё не съел. Несмотря на то, что в жизни было. Это Бог хранит. И вот сейчас... А брат у меня на пять лет моложе. Он священник протоирей. И он одно воскресенье в богослужении ведёт в нашей деревне, посёлок Потеряевка. А другое воскресенье сюда, он сегодня приехал. Ну и вот тут сейчас смотрели Екатеринграде. Екатеринбург, там эти события какие. Меня попросили прокомментировать. И уже я ролик выставил. Если вас это заинтересует, можете посмотреть на нашем канале. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это большой канал, очень большой. У нас 15 тысяч 300 роликов наших. 15 тысяч. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Если вы внезапно сейчас выключитесь, запомните моё имя, фамилия. И если у вас будет желание встретиться по скайпу, я один с этой фамилией, именем Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией, именем Игнатий Лапкин. Нашли? Открылось? Ну, вы как-то на первую страницу зайдите. А вы зашли на вход. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Ну-ка. Это вход. Вход. Вообще, это наше, но только надо вам сейчас перейти на первую страницу. Вход сделайте, чтобы выскочить на первую страницу. Это да, он сам и есть. Это не первая. Нет, это ещё не первая. Там сразу пойдут... Ну, я не знаю, как заходить. Это с главной страницы надо уйти. Ну, внизу там что? Так. Ну, вот это первая. Вот она, почти что первая. Вот это Володя там, как переезжает на плоту, работает. А вот тут я даю вопросы-ответы, отвечаю. А ещё там... Да. А ещё дальше, там вы должны увидеть... Екатеринбург называется. У меня ответ на это абсолютно не сходится с тем, что делает. Я виновным и вижу церковников, а не тех, которые против воюют. Ну, потом можете посмотреть. А вот если вы зарядите во свете Библии, скайп, этот, сайт. Это через гугл зайти, сайт. На сайте, там все книги, государственные фильмы у нас сняты, сайт. Там море информации. 50 книг, аудио моим голосом насчитано только. Там Библия насчитана, Архипелаг, ГУЛАГ. Сайт называется. Вам будет очень интересно. Кроме того, у нас есть там форум, тоже так же называется. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. 1600 тем освящены. Полные-полные. Это, ну, большое сокровище. Тут находятся люди, которые помогают. У меня в Ауде переделать под определенные. Вот Златоус, это 12 томов. Их разбили по проповедям, и сейчас я по одной ставлю. Каждый день, примерно, 15 роликов. Материал огромный просто, огромный. И все духовное. Это благодать Божия, милость Божия, что позволило нам начать деревню строить. Сначала зарегистрировались, водили юстиции, получили землю. То есть все по государственному. Школу построили, государственная школа, храм. Ну, только предмет это те, которые по программе. А кроме того, дети знают все божественное. К нам много приезжают. Вот из Америки, из Израиля. Трудно сказать, откуда они приезжали. Германия, Франция. У нас крещение каждый год идет. А в церкви как крещение? Деньги заплати, мокрой ладошкой по голове, купи свечки и иди. А у нас не так. У нас деньги ни за что не берутся. Все, крещение, все делается бесплатно. Абсолютно все. С чашкой по церкви не ходят. А висит ящик, на нужной церкви кто. Включена десятина, и на этом все оправдано. Или перекрыть, или сделать. То есть у нас, мы православные, но у нас очень строго. Вот сейчас в церкви придет человек, он ничего не знает. Ну, может быть, минут двадцать ему что-то расскажут. А у нас пятьсот часов подготовка. Пятьсот часов академических. Студенты там. Вот я в один только университет восемнадцать лет вел занятия. А в нем двадцать одна тысяча студентов. Из восемнадцати стран только там. Это большой университет. Это все занятие наше, все в интернете стоит. Вот. Люди находят. Вот в прошлом году у нас приезжал мусульманин. Он обратился через наш интернет. Принял православие. Для него, конечно, все новое. Еврея привезли одного. А он гидом был где-то. И он уже через два часа стал православным. Сейчас священник, батюшка православный. В Тбилиси. Это Бог делает. Сколько преступников пришло, каялись. Об тюрьме я был. Следователь обратился. Раскаялся. Начальник тюрьмы вызывал меня. Он по-христиански умер. Это благодать Божия. Человеку это невозможно сделать. И все в большинстве своем заснято. Вот шестьсот пятьдесят городов и сел. И мы везде все снимали. Выступления. Как дарим книги. А там были и мусульмане. И кого только не было. И что интересно. Когда собирались ехать. То говорили. Вот когда получите вход в шенгенскую зону. Самое трудное. Вас собакой. Вас не пропустят. Где? В Скандинавии. Там все это не на той бумаге. А мы его защипировали. Собаку. Ветеринарные прививки. Все. Польша. Там Польша задержат. В Германии. А у нас газель новая купленная была. Грузопассажирская. Ну Нижний Новгород. Оттуда. Там она загазованность дает. Ее не пропустят. Я все это из интернета брал. Я работал много лет этим. Переплетчик. Реставратор. Все переплел. Ну как настоящий журнал. Все заучили. Поехали. Ничего не получилось. Все по-другому. В Чечню не ездить. Только голову режут. Поехали. А нас как родных братьев приняли. В Турции были. До того понравилось. А в Польшу зашли. Легче всего оказалось. А в Дании. Там вот так распростертое объятие. Книги взяли. Сегодня же прям идут в Королевскую библиотеку. Эти книги. То есть. Я ничего не оспариваю. Но с нами все по-другому было. Везде. Вот. Даже высказать нельзя. Да вы придумайте. Так у нас заснято. Как придумано это? Я сейчас. Рази чего я буду лгать? Я никакие компиляции не делаю. Вот как говорим с вами. Так оно будет стоять. Я ничего не выдумываю. Вы сами увидите себя и скажете. Это правда. Ничего тут не добавлено. У вас если вопросы есть. Можете задать. Сейчас молодежь слабо верит в эти видеоматериалы про всяких священников, которые там и деньги берут за все, и по телефону разговаривают во время крещения, и на джипах там по могилам ездят. У нас выхода никакого нет. Я вот всем разговариваю, когда я разговариваю, и люди ропщут. А, вот такая преступность. Согласен. А что ты сделал для того, чтобы ее не было? А что я сделаю? Я иду работать в тюрьму. Бесплатно, повторяю. Бесплатно. И 18 лет там работаю. Иду по камерам. Свидетельствую. Узнаю нужду. Ходотайствую за них. Они выходят, ищут, стараются найти меня, отблагодарить. Конкретный вклад. Вот он мусульманин. Вот он головы не реже стал христианином. Вот он еврей стал священником. А надо с евреями бороться? Надо. А какое оружие? Любовь. А с мусульманами надо? Все заселили. Надо. Любовь. В первую очередь ему я помогу. Почему? Он попал за что-то не мое дело. Он другая обстановка, другая пища. Все другое. Чтобы он не отчаялся. И поэтому они, вот чтобы совсем неблагодарный человек, у меня не встречалось такого. Вот где бы мы ни были, мусульмане все хорошие. Да это вы такое все любите, хороший, хороший. Как этот, Христа допрашивал Пилат, мастера Маргарита. Он говорит, добрый человек. Да нет, я знаю добрый, недобрый. Но просто Господь так делает. Так что добрые люди. И казаки. Я их как цыган считаю. Казаки. И казаки мне встречались, хорошее казачество. Я им там книги дарил. С атаманом встречались. То есть мы, так говорится, руку на пульте держим. Вот увидели в Донбассе так. Брат едет, там целые машины собирает и туда везут продукты, все необходимое. Я не просто вижу, что беспризорность, как министр внутренних дел Нургалеев говорил, где-то около трех миллионов беспризорных. Я образовываю детский лагерь. Без помощи государства. Строим там, где ночевать. Я должен все иметь. Кормить. И за 45 лет ни одного отравления, ни одного утопленного, ни одного поврежденного. Это что-то значит? Больной, если приезжает, выезжает совершенно здоровый. И все это у нас заснято. О лагере только заснято 475 роликов. А власти только нас гнобили, давили. А мы Богом молились. Я приехал, когда один год, это 98-й, 15 комиссий краевых было. Два уголовных дела против меня воздвигли. И все опровергло суд. Все это заставили заплатить. Подрыв деловой репутации. И в такое время, когда много народу бывает вечером, тогда интернета не было. По телевидению все это показать. Опровержение. Это Бог делает. У меня близкие связи. Это прокурор края, там губернатор, мэр города. А я-то никто перед ними. А они на дом ко мне приезжали. Господь располагал и помогали. Директора там разные. Артеи нам помогли лодки. Четыре лодки у нас. Помогли со шлангами. Мы из озера воду качаем. Станкостроительный завод помог. Большой насос качаем воду. Дети все знают. У нас они все должны уметь. Вот комиссия приедет. У вас что, есть считать? Я показываю. Я переплетчик из разных журналов вокруг света. Такими томами переплетенная. А медицина со шла? Ну показываем, что там 38 препаратов. Мы не пользуемся ими. Вот в чем дело-то. Вот ребенка привезли, только мать говорит. У нее почки больные. Почки. У нас же лагерь трудовой. Ну вот так я услышал. Я одинокая. У нее там пятеро ребятишек. Ну ладно, я взял. Так расспросил, где болит, что болит. А у нас врач свой. Ну я говорю, ладно. Мы встаем рано в пять. Я приношу из дому березовый сок. Подогреваю. С пасеки мед. И ей до завтрака выпить стакан и медом. Прошло две недели. Она еще не помнит, что у нее еще болит. И теперь в футбол играет. Почему? Любовь приезжает. Вот прилетела к нам директор Кэстонского института из Лондона. Ксения Деннон. Услышала, что дети приходят ко мне, дают. Законченный наркоман. А через месяц уезжают, его узнать не могут. Как? Какой подход? Я ничего не знаю. У меня нет никаких гуманитарных дипломов. Я говорю. Ну вот они живут здесь. Профессор психологии. А потом большой статьей написала в Англии, Великобритании. А это здесь. И движитель, главное, движитель лагеря, телес, большой буквы, любовь. Они увидели это. То есть мы особое внимание, к чему ребенок склонен, к этому подбегаем. Это будущее может специальности его быть. За букашкой наблюдает. Я все это для себя беру на заметку. Как он должен себя дальше направлять. А где вы учились? Да нигде. Я просто молюсь и благодарю Бога. Какие таланты? Это обыкновенно, как дышать. Я чувствую, что необходимо это. Вот приезжает иногда комиссия. А смотрят, а у нас написано меню, что завтрак. И рядом написано президент Российской Федерации, тот-то, премьер-министр Медведев, губернатор края Карлин Александр Богданович. Изобрел мобильный телефон. Кто? Не знают, взрослые. А все знают. Мартин Купер. А кто? Интернет. Тим Бернерс Ли. А все написано, они запоминают дети-то. Память работает. А то, говорит, памяти нет у ребенка. У меня он памяти до обеда уже набрался. А как? Очень просто, наказание физическое. А какое? 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 Вот смотри, я показываю платочек. Он должен быть в кармане у всех. Показать платочки. Помолились, они показали, и я показываю. А у другой, ой, я переоделся, забыл. Все, наказан будешь. Вон там тополя растут. Нужно сбегать, листик сорвать, временного пользования платочек. Но пока он бегает, в рот уже ничего не попадет. Все. Бабка отшептала. А другой одежду. Мать говорит, вот придет без портфеля. Дорогой где-то играют, там футбол. Ну, надо ворота какие-то сделать. Он положил портфель, ну и ворота. А победили, ура, и пошел домой, и забыл портфель этот столб-то. Я говорю, ну постараемся, может быть. А как только за стол сели мы, а все это открыто, а стенок-то нету, ветер, березы наши. А японцы говорят, от шевеления веточек, это все влияет благотворно через зрение на всю психику. Где учились? Нигде само получилось так. И теперь, которые дежурят, они сразу должны обойти вокруг лагеря, он загорожен у нас, и подобрать. Кто что забыл? А не знаю, дети, чего? А сознайся, не сознайся, кричат. А это Гришкина, а это Мишкина. А теперь вылазь из-за стола, бери свою кофту забыл. И вот так должен бежать и кричать. Я забываю вещи за станом. Пока три раза бежишь, в рот не попало. Все, бабка отшептала. Все понимает. Ну, физическое, ногами шевелит. Я не просто говорю ему. А почему же вы-то его не учили? Парень-то толковый. Самое опасное, когда играет в компьютерные игры. Это хуже блуда. Совершенно беспамятные дети. И в конце я ввел в устав, которые играют, знают все, не брать. Не поддаются никакому исправлению. Совершенно одержимые. Вот какой навык. Я вот книги когда печатал, 9 лет у меня, за 9 лет, вот 38 томов вышло. Я больше 30 тысяч часов провел за компьютером. Я говорю, а как же не ослепли-то? А я почувствовал, организм требует морками, мелко натертые. Я не считал, просто почувствовал. Достаю морковки, тем более из деревни приезжаем, и утром, и в обед. По две морковки. Мелко-мелко. И это каротин, они закапывают. А их закапывать не надо, через жулы вкуснее. И все спрашивают, где учились. Да нигде, молился и все. У нас вот правило какое, 7-кратно в день, это сотницы. Три святое и 100 поклонов. И 7 раз в день на молитву становимся. А мусульман 5 раз. Я говорю, а у нас еще утренний вечерний, уже 9. А вы намаз совершаете 5 раз. Но то, что мы делаем, это никто не делает. Это в наших общинах только. И то там единицы. То есть, вот я в милиции, когда выступаю, они приезжают за мной. И вот сегодня у нас тема об экстремизме. Бывает там еще что-то. Ну, тема, тема. Я тогда выхожу, выношу с собой Библию, за кафедру стою и показываю. Вот смотрите, это Библия. И по Библии-то я экстремист. А не то, чтобы я против экстремизма. А я им начинаю рассказывать, что я экстремист. А тут Конгресс такой сидит, важные люди. Почему экстремист? Это человек до совершенства, доводящий любое дело. Вот и весь ответ. У вас сложное понятие. Фанатик. О, я фанатик. Фанатик – это человек, готовый умереть фаната за свое дело. А я дело Божье делаю. То есть надо работать. И по-другому будет. Вот такое, дети, вот тюрьма. Пожалуйста. Любой вопрос, открывай. 21 тысяча деревень порушенные. Мы взяли участок, наша бывшая деревня. 20 лет там ничего не было. Ну и вот все обеспечены. Теперь машины есть. Строили-то из самона. А сейчас там брус. Все это под евро сделано. Огромные тарелки стоят, интернет. И ни один не ругается, ни один не пьяница, никто не курит. При въезде в деревню, везде висит. На территории деревни курить запрещается. Ну можно что-то делать-то. Нельзя так. Вот я сяду, только роптать. Путин виноват, Путин виноват. Ну, чего он Путин мне? Платежчик мне будет давать в карман, что ли? Он ответит за свое, а я за свое. Мы за него молимся. У нас молитва какая? Молимся, Господи, пошли добрых свидетелей Евангелия. Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И коснись сердца правителей. Обрати их на покаяние. Дай им страх твой святой. Для блага церкви. И мы начинаем их перечислять. Владимира, Демитрия, Дональда, Рамзана. Дальше новый, там был Петр на Украине, сейчас Владимир Зелинский этот. Дальше Лукашенко, поминаем Александра Эрдогена, этого турецкого Омана, в Караганды. Мы каждый день молимся о них. Дай мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. Это мы ежедневно повторяем. Повторяем, это почему? Повеление прямое, молиться за старей начальствующих. Не смуту делать, не Майдан устраивать, а чтобы эти люди тоже обратились. Вот сейчас там, я не участвую, ну тут через интернет там, это, конечно, мизерное, но прислушиваются. И при том мы, будущие верующие, мы не поддерживаем эту, что давайте храм здесь построим, строите в другом месте, народ не хочет, они плевать будут на этот храм, даже если и построите. И мы молимся об этом, и влияем на это. Почему? Это моя страна. Разве это хорошо, когда родные, близкие, все по разной баррикаде находятся? И тогда Бог дает тебе разум. Вот мне, я говорю, 10 июня будет 80 лет, 80. Я никогда не думал даже и до этого. Это моя биография. И мне все интересно. По сегодняшний день все считаю и учусь непрерывно. Смотришь, какое-то новое слово. Что оно означает? Раз в Википедию заглянул. Людям говоришь, когда о Боге. А они себя увидят в интернете, что разговаривали-то. А мы вас и раньше знали. Некоторые. Прям только зайду. О, я давно подписан на ваш канал. Видишь, как Бог делает. А был бы я неверующий, да... Да, как говорят, кому это нужно? Вот если у вас будут вопросы, будет желание, через скайп Игнатия Лапкин найдите. Сегодня вы внезапно так встретились с меня. Я благодарю Бога. Просил я, чтобы, Господи, пошли мне с человека, который хотел бы узнать больше. А иногда тут попадутся, показывают книгу. Ну, эта книга у нас другая. Я говорю, может быть, у вас вот эта книга? Да, да, да. А я говорю, ну, Коран. А считай, что написано? Никто не может. Я говорю, а тут баран. Чего же вы так? Не знаете. Я спрашиваю, скажите, а зачем мы в рулетке здесь, в мусульмане? Ну, поговорить. Да кого говорить-то? Разговаривать-то не умеешь. Что ты... С кем говорить-то? Здесь голые лежат. Я говорю, не обманывай. Причина-то вот какая. А их тут группа сидит, вот как вы один, а там несколько человек. Я говорю, у тебя дома, по вашей книге, разрешаются четыре жены. За каждую колым. И надо кормить, поить. А здесь даром сорок четыре голых. Вот вы и пришли сюда, жеребцы, на чужих кобылах кататься. Они захохотали. Да, конечно, день такой. Сейчас мы приветствуем друг друга. Сорок дней, Христос воскрес. Ну, если у вас есть вопросы, давайте. Да, я на канал подпишусь. Да, прямо на него зайдем. Вот если вы сейчас по-новому зарядите, и вы все это увидите, чтобы не... Можно и сначала зайти, там, как гимн поется во свете Библии. Составил один, и один человек поет, видно, профессиональный. Вот только подумаешь, что это делают люди. Вот мы поехали. Это же не два километра. Мы проехали сто двадцать тысяч километров. У нас отбой был всегда в десять вечера. Мы даже уже были... С собой взяли решетку. Я выкапываю небольшую траншейку, там, восемьдесят сантиметров. Сущая туда. И через решетку, чайник и кастрюля на нас для собаки. Мы все это приготовили, легли. А в два часа подъем. В два часа мы уже едем. У нас в среднем, когда на восток ехали, мы проделывали каждый день по тысяче тридцать километров в среднем. Тысячу и тридцать. Это нам каждый день нужно было пять разных мест было. Или пять городов, или там районные центры. И мы выполнили то, что было намечено. Из графика не выходили. Ну, экономили каждую секунду. Вот кто горющее там платит, заходит там где-то. И мы видим, он уже выходит. Мы уже трогаемся. Он на ходу заскакивает и поехали. А зачем им это нужно было? Зачем это? Я знаю, книги в пророческом духе написаны. Таких книг нету. Вообще нету. Вот у меня последняя. Кроме тридцати восьми, еще семь в интернетной версии. Я их не издал. Четыре книги, это стихи мои. По восемьсот страниц, каждая книга. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений по девять куплетов. И все на разные темы. В восемьдесят две-то шесть положено на песнопение. Интересно. Я не знаю. Это вот продают иногда пачки бумаги чистой, на которой печатают на машинке. В ней пятьсот. Так это семь пачек. Три тысячи четыреста шестьдесят семь. И ни одной помарки в стихотворениях нет. У них все написано с чистого листа. Это не бывает так. Нет. Вот у Пушкина, смотришь, он десятки раз там переправляет. А как пишите? Понятия не имею. В литературном институте считал. Да там не выпускают. А по одному? А тут мне еще, еще прочитайте. Я своим их не считаю. Я сейчас считаю стихи. Они настолько выше моего уровня. Я другой раз чуть ли не в словарь залажу. Экстраполяция, перенос событий издалека на сегодня и конкретно к человеку, который считает. И напротив каждой строчки еще выписано, какая книга Библии, какая глава, какой стих, откуда взята мысль. То есть таких стихов никогда не было, нигде нет. А вы что знаете на языке? Да ничего я не знаю. Это Бог делает. Он избирает сосуд свой и движет им. Это благодать Божия. Она открыла и закрыла опустошенность. Вот есть такая Копылова Светлана. Если вы не знаете, себе можете ее заметить. Копылова. Она поет. И поет хорошее. И там как художник, кажется, называется. Художник один. Хороший был художник. Сделался богатым. На аукционе книги продавались. Я в прозе рассказываю это. И вот однажды он увидел девушку, мимо которой пройти не смог. Красота. И он решил ее написать. Ну и портрет получился. Лучше некуда. Ну она в конце посмотрела и говорит, да, хороший портрет. Хорошая, говорит, кисточка у вас. Он говорит, при чем тут кисточка-то? Это я, мой талант. При чем? Нет. Нет. Мы все кисточки в Божьих руках. Да я углем могу нарисовать ясный день. И белой краской ночь выбелю, и будет понятно, что темная ночь. Но начал рисовать, и ничего нет. Он ломал кисти, падал, валялся, но уже он был никто. И вот под старостью он сидит уже там в своей холубке, смотрит на закат и всем говорит, мы все кисточки в Божьих руках. Ну, хорошая. Она под музыку сама играет, сама высокая, одета, длинное платье Светлана Копылова. Вот если не смотрели, не пожалеете. У нее там много есть такое, как двое лежат в больнице, и как один другому рассказывает. Недвижные оба, как парализованные он. Тот лежит там у дверя, а этот у окна. И вот он ему... Это все в стихотворной форме. И он говорит, в закат. Вон, виду я, бабушка пошла с внучкой, с внучком гуляет. Тут река протекает, и она на пирсе. А вот я сейчас вижу святые какие там, прекрасные. Вот сейчас неудобно говорить, юноша с девушкой там целуется. А этот лежит и завидует. У него ничего нету. И однажды этот заболел, который в окно смотрел-то. И тот только до кнопки дотянуть, сестру вызвать, он не вызвал. У него приступ был, он умер. И его, когда убрали, он говорит, меня на эту койку положите. Он теперь сам будет все смотреть. И когда положили, он в окно сунулся. А окна нету. Она там заложена кирпичом. И высокий там, говорит. А он говорит, а как же он говорил? Сестра говорит, так он слепой от рождения. Что он мог говорить? Он тебя хотел поддержать. В тебе интерес к жизни. И вот понимаешь как? Это очень глубокие притчи. Он слепой. Но какие краски были в его воображении. Вот такое дело. Если ничего нету, тогда что, расстаемся? Заходите на наш YouTube, где вот сейчас говорили. Завтра к утру этот наш ролик будет стоять. Мы с вами беседуем. Храни вас, Господь. Вас как звать такой? Меня звать Суфьян. Не понял? Суфьян. Суфьян. Ну, я просто помолиться. Не расслышал. Ладно. Может, напечатайте я правильно, чтобы произнести. Суфьян. Ага. Ну, я расслышал, но подумал, что не так. Да благословит вас Господь. И сохранит для царства своего. С Богом. До свидания. До свидания.